всем привет ребят только что на стриме просили показать виноград думаю сейчас нарвал винограда пошел тут конечно на кустах нечего показывать вот такие но он не подвязан и даже еще вот эти столбы которые вкопались в землю но они не бетонированы то есть его нужно еще доделывать это будет делаться уже по весне скорее всего и то не точно только что сходил там нарвал винограду там под грушами и по пути нарвал груш сейчас вот обрываю беребоск это точно она очень ну то есть очень масляная груша прям вообще не хрустит то есть если вот это вот я специально взял телефон чтобы начать снимать именно возле этой груши это моя любимица то есть из всех груш она мне нравится больше всего она родит из года в год она очень низкое дерево и очень много груш чтобы не тянуло убрать еще немножечко вот буквально и будет она сниматься с дерева она не обсыпается она не становится мягкая и она очень сочно она не сильно сладко что мне очень нравится если толгарская красавица ой толгарская это толгарская если беребоск очень сладкая и вот это которая висит на дерево вот она сейчас становится немножечко мягонькой если она еще три минуты повисит на дереве то она просто сгниет сразу внутри и все вот вот эту вот я поднял земли там уже ее нужно срочно съесть вот упала разбилась это не сыпется беребоск но при этом она очень-очень прям сладючая торчины ну она уже вся созрела ее можно всю всю собирать а толгарка она немножко попозже вот вот это дерево это толгарская красавица просто посмотрите на ней висит 50 да нет 50 мало 70 наверно килограмм в общем наверное штук 8 и килограмм а здесь висит 1000 штук знаю вот ветки лежат на земле я конечно максимально низкий ну то есть ветки которые лежат на земле удалил мы я не нормировал ничего здесь я даже это не умею делать это я так сказал потому что часто у меня спрашивают вы нормируете плоды на деревьях в общем нет ну и вот она соберется и уберется в погреб она плотненькая тверденькая но при этом она буквально полежит в погребе две две недельки и становится становится мягкая классно это ну не мягкая а именно спелая и сочная вот так вот спела но этим нужно эти можно все собрать пусть висит завтра соберем это так чтобы поесть и ну вот это вот дерево сломалось вот пенек стоит и вот такая же груша которая вот падает и превращается превращается в кашу это тоже ранее груша они вот уже спелы если залезть оборвать то можно с ними что-то делать ну так чтобы прям рвать и что-то делать мы не делаем а так вот сорвать скушать это можно сильный ветер вот и здесь ветку сломал то есть дерево было прям такое большое из двух стволов ну а дна вот сломалась валяется вот туда над поросятами но это спелая в общем мы только едим в погреб собирается только вот это нужно будет себе еще купить таких пару деревьев оно даже как-то само дерево отличается от всех остальных выглядит как-то более что ли развилиста вот так те вот так пытаются все вверх расти а это во все стороны то есть это не не я так его формирую оно само по себе такое прям я не налюбуюсь на это дерево красота ну вот с этой стороны вообще шикарно просто потом буду когда снимать плоды я вам покажу и там он на верхушке видите сколько груш добелил добелил я загонщики у кабана и у ппп сливки еще зеленые еще немножечко им повисеть но где-то недельку и будем закрывать компот ну прям еще твердые пока нечего детвора на батуте вы мне в комментариях писали детки скучали за ваней на батуте попрыгать вот больше всем привет больше чем втроем я их во двор не пускают ну не то что не пускай а то не слежу за ними я веду я ваня сказал что больше чем три человека в батуте не прыгали у него 180 килограмм грузоподъемность 4 ребенка точно будет больше они все толстые детки чтобы чтобы мне батут не порвали вот сейчас вам покажу виноград виноград лежит на земле сами ягоды грозди небольшие но знаете мы уже едим его ну примерно две недельки на мой день рождения на мой день рождения уже уже рвали а сегодня уже конец завтра последний день августа все и лето закончилось вот смотрите видите такие вот небольшие грозди есть порченные ягодки но при этом он очень крупненький и очень вкусный когда он доведется до ума я имею ввиду сами кусты то будет вообще красота ягоды крупненькие быть и какие хорошие ну вот как выглядит виноград у нас в огороде все еще сорвал тыковки принес пепе тут сорвал а он не лезет мешок сорвал два меньших еле дотянул три штуки почему не дают всем остальным ребятки потому что всем остальным и и даже пепе никому они не нужны по идее для ну для каких-то там дополнительных питательных веществ все все есть в грануле а это так просто потому что пепа их очень любит и куры едят и гусям даю гусям даю из-за того что травы нету они конечно плохо их едят но в течение суток тыковку съедают такие мячики хорошие да на Разгустим дадим. На. На. Куры, куры выглядают. Тыкавки захотели, да? Сейчас и им дадим. На. Воды нужно налить. На. На. Клюем. Неудобно. Неудобно-ка. Так, это будет Пеппи большой кусочек. Вот это оранжевое. Куром. На. На. Все. Вот так. На. Куда пошел? Шшшшшшш. Во. Сейчас покормлю всех и пойдем выбирать помидоры. Пеппи. Пеппи. Тут тоже подбелил. Еще вон стены не посохли. Грязь немножко просочилась. Но стены грязные. Но все равно сейчас подсохнет. И будет красота. У Пеппи, конечно, кэш. Кэш чучела гороховой. На. На кормушку. У Пеппи стало чистенько. У нее не грязное было. Такое, нет? Или нет? Ну, тыкву она любит чуть сильнее, чем этот. Чем арбуз. С чем это связано, я не знаю. Пеппа молодец. Ничего стены не пообтирала. Вообще у нее все чисто. Пеппулька. Шерсть вываливается, нет? Помогать? Помогать, да? Ничего не вываливается. Вот так. Как нравится, скажи, да? Как нравится. Вы видите, как опатрать. Вы меня спрашивали, как опщипать курицу. Курица легко. Вот попробуйте свиньево опщипать. Смотрите, как хорошо получается. Кому нужна она на кисточке, ребят? Ой, как понравилась няня. Аж завалилась, да? Пеппулька. 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 Вот сюда. Может какая-то мышка себе гнездо сделает. Пеппуль. Понравился массаж, да? Патисошка. Ты, конечно, поменьше этих кабанов, которые тут сидели. Да, малыш? Давай, Пепп. Вот так. Ну, будет хорошо. Сейчас еще сюда солом. Сена чуть-чуть принесу этой принцессе. Ничего не надо. У нее все насыпано. Ну, у нее сухо. Ничего не буду сюда нести. Вот так. Все. Все. Ну, а это пусть клюет. Будет чем куром заняться, да? На досуге. Вот так. Мне больше всего вот этот синий нравится. Еще есть вот такой белый, только по длине ягодки. Но он еще не поспел. Будет чуть попозже. И есть мускатный розовый. Но он тоже не поспел. Паразитка курица. И подсыпал. Все она разрыбла. Нужно вынести. Тут высохло все. Ребятня. Высохло. Девки. В порядке у вас. Тоже все высохло. Красота. Сейчас еще нужно бралеркам подстелить. Как-то вот здесь, возле поилочки. Так. Не очень сухо. И мне их прям интересно взвесить. Мне их прислали. Ну, то есть я по них ездил. Помните когда? Кто помнит? Второго. Их мне привезли с Харькова. Мы их забирали в Балаклей среди ночи. Угу. Второго вроде, да? Второго июля. Это второго им будет два месяца. Они-то, конечно, уже должны быть забойного веса. Ну, а такого прям большого веса забойного тут вообще... Ну, мизер. Ну, ничего. Мне все равно они нравятся. Броллер здоровенький. Одно время немножко припоносил. Таким кровавым вы видели. Я показывал. Потому что нужно было начать пропаивать от кокцидиоза в субботу. А я начал в понедельник пропаивать. На два дня продержал. И несколько штучек поносили. Пропало всего вроде три или четыре штуки. Из пятисот штук. Ну, я думаю, это ни о чем. Ну, у меня не пятьсот. Я продал кучу. Хотя я не знаю, что там у людей. Может, и у кого-то пропало. Мне никто ничего не говорил. Ну, вот так. Девочки, жарко, да? Ты уже как бочоночек толстенькая. Еще чуть-чуть потерпите. Две недельки и точно будет прохладненько. Тут тоже все высохло. Вот это надо сейчас вычистить. То, что они нагадили. Ну, и тут красота. Все. Жарко, мои хорошие, да? Сейчас еще в этой вычишу. Белить не буду, но почистить надо. Тут, конечно, одна лопата будет всего, но почистить надо и вот это вычистить. И все. Ну, вот так. Вот такой. Видите, какой урожайчик. Сейчас руки помою. Надо парочку груш скушать. И все. Можешь дать в куры, чтобы не сильно одну дольку хельги и брюшка с кабачком. Дать тыквы кабачку, да? Классно звучит. На, девочки. Нате. Нате. Вот вам кормушечка. А ну. Умеете кушать? Тут у них пасется всегда куча кур. Прям, ну, вот смотрите, сколько? Пять, десять, двенадцать. Двенадцать кур. Целое стадо. Почему они тут пасутся? Я, знаете, еще за что переживаю? Ну, не то, что я переживаю, но у меня есть такие мысли, что вот эти куры еще и вот там несутся. А свинутые эти яйца едят. Потому что в последнее время яиц за внездах мало. А как не зайду, мне кажется, пушинка вообще отсюда не вылазит. Вот. Пушинка прям тут постоянно. В любой день зайди, и она тут сидит. Вот так, кыш. Ты кушаешь? Чучело гороховое. Или только на камеру, типа, вот-вот я ем, да, я хорошая девочка. А этот, ребята, хоть я его и глистовал. Я его глистовал и в начале весны, и в начале лета. И вот сейчас он будет опять глистоваться в начале осени. Все непродуктивные животные глистуются раз в сезон. А все свиноматки глистуются сразу после отъема поросят. Это я уже рассказывал. Ну, в общем, и чтобы мне легче было запоминать, я всегда глистую вот кабанов, ну, то есть и свинок, которые не супоросные не кормят, в начале каждого сезона. То есть март, июнь, сентябрь, декабрь. Вот так. Четыре раза в год. Раз в три месяца. Вот так. Ну, все. Вот так. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok